приветствую сегодня 3 июля я хочу сделать обзор по сорту ежевики columbia star ну что хочу сказать сорт неоднозначный и по мнению разных отзывов выводы как говорится делает каждый из увиденного или склоняясь к тому или иному мнению я скажу свой отзыв на основании того что я вижу на своем участке поэтому как говорится у каждого есть свой выбор в ту или иную сторону скажу так что сорт урожайный выводы делаю уже это третье плодоношение полноценная так если брать 4 но 4 непонятно было пока вот куст уже взрослый и уже имеет как бы потенциал я вообще все обзоры делаю на основании увиденного а не просто пересказанного просто некоторые может быть что-то не по недопонимают что допустим если удаляю какой-то сорт я удаляю его по каким-то причинам то есть у меня есть какие-то критерии на основании которых я убираю сорт я не убираю его преждевременно не испытав его и так вернусь к columbia star columbia star это коммерческий сорт с высокоурожайной ягодой но я еще раз повторюсь что и живи как нам пришла с более мягкого и умеренного климата и поэтому в наших регионах наших на в нашей местности то ли это юг то ли это средняя полоса россии то ли украина то или еще ли какой-то регион естественно что она будет себя показывать иначе чем заявленные характеристики у оригинаторов данного сорта которые вывели тех условиях которые идеально подходят для него поэтому если совпадают агро технические приемы климатические почвенные и так далее то это вероятность того что сорт покажет и проявит себя в соответствии с описаниями на сайтах оригинатор если этого не происходит по каким-то причинам то не нужно говорить что сорт плохой и однозначно да сорт не проявил себя не может не проявить себя в данном регионе по перечисленным но и причин и так этот сорт у меня показывает себя очень даже неплохо с высокой урожайностью урожайность у него выше чем у караки блэк это я говорю сейчас за свой участок и уже делаю выводы на основании трех полноценных плодоношений а так уже эти до 445 сезонного она у меня плодоносит поэтому и по другим сортам также я делаю выводы на основании нескольких лет ну здесь врезать за редким исключением и так сорт показывает высокую урожайность красивую одномерную ягоду дружное созревание в отличие от караки блэк вот карака блэк она начала созревать намного раньше но как видно у караки блэк только единично созревают ягоды и это будет продолжаться еще длительное время с одной стороны хорошо с другой не очень поэтому columbia star это как и прочие columbia columbia sunrise на даче очень быстрый и в принципе в принципе подходят для сбора урожая машинным способом так на колумбии также замечена серая гниль скажу этот год не очень удачный в плане вредителей и болезней так как я квалифицированный работник сада то естественно что делаю выводы на основе увиденных участков многих и скажу так что вот аномальный в плане болезней это и грибковые проявления на плодовых на разных на ягодных и повредителям это вообще просто нет слов выразить то есть вот аномальный поэтому как бы но химия не применяю там пишут я очень хорошо знаком с химическими препаратами против сера гнили то есть я в этой теме нахожусь в этой в этой сфере деятельность это моя профессионально поэтому я очень хорошо знаком но я не могу брызгать химии по ягоде который кушаю сам но я же не на продажу надо понимать это что я выращиваю в первую очередь для того чтобы самому кушать чистую ягоду я очень хорошо знаком с разными фунгицидами и можно ими работать но сроки ожидания никак не вкладывается в обработку биопрепараты я уже еще раз повторюсь они малоэффективны в моих условиях я ими не пользую частично пользуюсь и но в основном вот только что что есть то есть то есть то есть как бы стараясь минимизировать химические обработки без них никуда но в принципе вот есть будем кушать будем что-то продавать но я не буду вносить химию где 20-дневные сроки ожидания там но это не мой подход я здравомыслящий человек итак columbia star созревает массово красивая одномерная ягода сейчас повторюсь это высококачественный продукт подходит для сбора и урожая машинным способом по поводу каких недостатков но скажу так что принципе сорт показывает себя более стабильнее чем некоторые другие сорта в частности допустим по вкусовым качествам он мне очень нравится здесь сбалансированное гармоничное сочетание кист кислоты сахар этот сорт не относится к сладким сортам как допустим сорт columbia sunrise кстати по поводу сладости но наверное самым сладким сортом на данное время является columbia sunrise и сорт джамба это самые сладкие сорта который я пробовал из 20 перечисленных мной сортов которые я выращивал самый сладкий ну а лидером конечно то является сорт оникс улучшенный вариант сорта марион ну к нему я подойду особо это на самый-самый сладкий самый вкусный сорт ну это тема будущего и так сорт кисло-сладкий очень нежной вкусной мякотью и с очень ярким в ярко выраженным ароматом и очень нежными семенами которые при надавливании надавливание языком практически не ощущается в отличие от там таких сортов как лох ты там осидж тройная корона ну и другие крупносемянные сорта где кости очень доминирует на зубах нет это идеальное сочетание вот именно все наслаждение она выражается во вкусе аромате гармоничном сочетании сахара и отсутствие вот этих вот костей которые портят все после вкусе здесь этим нет это еще подряд а высококачественный продукт если у кого-то он не удается это перечисленной мной причины вина этому сейчас я скажу что она себе представляет так серо гниль также присутствует здесь покажу несколько ягод я сорвал то есть сорт не исключение гниль бьет по кстати недавно вчера пробовал на малину там на одном участке был работал на одном участке малина и даже желтая малина не имеет сахара вот как-то в этом сезоне все кислое вот он после таких дождей которые массово пробили хорошо землю видно и может быть еще вот такой сезон то есть я не вижу сладкой ягоды у меня малина глинку обычно сладкая малина она в этом году не очень то бери тоже не очень и обычно малина и желтая обычно малина который сейчас созревает не имеет должного сахара и больше с кислинкой кисло-сладкие такие поэтому естественно что и ежевика этом сезоне также с кислинкой вот поэтому будем мерить что есть так вот спелая ягода ягоды очень хорошо отчетливо видны когда они спелые это сорт подходит еще это в то есть подходит для машинного сбора ягода транспортабельная одномерная красивая ну вообще нареканий нет по внешнему виду в общем сейчас сорву посмотрим сколько весит и померяем сколько сахара находится в этой ягодке так вот спелая ягодка срываю одно еще одно сорву так включил весы у нас солнечная погода может не очень хорошо видно так 9 5 10 вот личные отличный размер именно то что нужно так сейчас я попробую на ягоду замерить сколько брикс сахара находится columbia star дело в том что рефрактометр всегда можно проверить но я использую воду из осмоса капельку для проверки нолика на шкале можно использовать и дистиллированную воду но у меня обратно осмос поэтому я в принципе не заморачиваюсь и всегда проверяю 0 через воду из космоса я не буду это сейчас ловить я сейчас все приготовлю и покажу сколько брикс показывает так что я здесь уловил у меня показывают 11 брикс 10 11 брикс где-то примерно так и так как видно ягода не обладает ярким сахаронакоплением но обладает очень гармоничным этим сочетанием и вкусовыми достоинствами с мелкой косточкой это очень большой плюс кто в прошлом сезоне он был слаще сажение у меня не было рефрактометра но по моим вкусовым ощущениям ну давай ну допустим сравнить его с сорт там columbia gigant в прошлом сезоне я его удалил кстати прошлом сезоне была засуха и ягода была очень высоким сахаронакоплением если сравнивать его с columbia star то наступает по вкусу ягода конечно у него крупнее чем у columbia star я сейчас говорю за к сорт columbia gigant но кислятина редкостная я сейчас покажу с официального сайта университета орегон описание этих сортов columbia star и columbia gigant так как они похожи и созревают примерно ну старная она чуть пораньше созревает вот гигант я удалил повторюсь что с кислоягодой хоть он крупный красивый но кислоягода как бы ну вот у меня есть для себя columbia star я его не не собираюсь массово распространять но для себя этот сорт очень вкусный я часто подхожу полакомиться этим сортом так как он соответствует моим критериям вкуса это действительно райское наслаждение когда он полностью вызревший полное отсутствие семян которые никак не доминируют при при еде это просто замечательный гармоничный ароматный и очень очень вкусный сорт еще раз повторюсь я его рассматриваю пока только для себя и так сейчас я посмотрю что там покажу вернее что из себя представляет официальное описание и немножко прокомментирую так я зашел на официальный сайт орегон университет и здесь перь через перевод я включил перевод и сейчас мы посмотрим что показывает из себя оригинальное заявление по тому или иному сорту сейчас я так вот он у нас сорт columbia star ну кто захочет более детальный почитать может или увели или остановить или зайти на их сайт посмотреть я сейчас особенности преимущества этого сорта так так что здесь подчеркнуть что здесь подчеркнуто что это высококачественная ежевика без шипов особенности и преимущества сорт без шипов спелая да легко отделяется от растения машинный сбор костянки одинакового размера конической формы вкус сладкий с кислым балансом и ароматическими нотами ежевики малины в принципе вот все соответствует все соответствует кисло-сладкий вкус кислота в этом году чуть больше но при нормальных условиях у него действительно очень хороший баланс так сейчас я ищу так оникс но оникс это наверно лидер будет по всем характеристикам так как это улучшенный вариант сорта марион я о нем скажу отдельно и я думаю что это самый-самый сладкий самый вкусный сорт это гибридное растение ежевики на она будет номер один в общем всему свое время так сейчас я ищу сорт columbia gigant и мы сравниваем так вот колония гигант тут точно так же идет описание краткая и так что здесь да здесь более 12 грамм размер такой перевод неприлично крупный привлекательный плод плоды однородного размера это сейчас за клами гиганты плоды однородного размера конической формы твердые полный вкус слегка терпкий но с хорошей сладостью с кислым балансом ароматическими нотами ежевики малины без шипов и также можно использовать как машинная сборка ну терпкость я не заметил но с кислота у него конечно было больше чем на ламби star то есть такие сорта я не рассматриваю для себя хотя внешний вид завораживает и можно сделать хорошую рекламу но мы же и мы же и высаживаем для того чтобы кушать на американском рынке здесь идет как и рынок свежих фруктов который привычен для местного потребления и также для переработанных фруктов у нас это еще не очень сильно не свежих свежий рынок и не переработка еще пока только это все в начальной стадии может через несколько лет это может быть к чему-то и приведет и так ну что в общем такой вот обзор по колумбии star надеюсь что информация будет полезна для тех кто сомневается нужно ли не нужно на счет повторюсь что только на попробую на вашем участке этот сорт может вас заинтересовать или нет это все неоднозначно как и по другим другим сортам ежевики потому что у каждого есть свои вкусовые предпочтения свои запросы и так далее